О введении ограничительных мер со стороны Российской Федерации. Ну и соответствующего постановления правительства, в котором устанавливаются категории продукции и объектов внешнеторговых сделок, на которые распространяются российские ограничительные меры. Санкции Евросоюза подразумевают ограничение финансирования крупных российских банков, запрещают экспорт высоких технологий и оборудование в области энергетики. Полностью запрещена продажа оружия и некоторых гражданских товаров двойного назначения. Дополнительный черный список касается замораживания активов и вводит запрет на въезд в Европу для 150 человек и 37 компаний. С другой стороны, это может стать толчком для развития России, о чем говорил президент Владимир Путин на форуме в Петербурге. Прежде всего мы хотим обеспечить рост нашей экономики в ближайшее время, в ближайшие годы на уровне среднемировых. Это примерно 3,5%. Первое. Второе. Мы, безусловно, должны добиться роста производительности труда в 5% в годовом измерении. Ну и третье, очень важный показатель. Мы, безусловно, должны снизить инфляцию до показателя 4%. Вот это то, к чему мы должны стремиться, безусловно, при скоординированной и сбалансированной макроэкономической и бюджетной политике. Всё это, вот тенденции, которые мы сейчас видим в нашей экономике, они позволяют нам утверждать, что эти цели вполне достижимы, и мы это сделаем в ближайшее время. При этом нам бы, конечно, не хотелось отвечать на те деструктивные действия, которые нам пытаются навязывать некоторые наши партнёры, причём себе в убыток. В Министерстве иностранных дел России решение Евросоюза назвали ничем иным, как очередной волной русофобских настроений. И напомнили, что санкции бумерангом ударят по Европе. Из-за них рабочих мест может лишиться несколько миллионов европейцев. Как заявил журналистом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чего-либо нового здесь нет. В санкционном обмене принцип взаимности – это основа российского подхода. Но при этом Россия никогда не была инициатором санкционных мер. К снятию санкций призывали участники экономического форума в Санкт-Петербурге, в том числе представители крупного европейского бизнеса. Пока в Европе их предпочитают не слышать. Максим Андреев, Вести. Итак, решение по санкциям принято. Напомню ещё раз, и Евросоюз, и Россия озвучили свои решения. Но рынки сегодня в России реагировали очень спокойно. Несмотря на то, что информация по поводу действий Евросоюза появилась ещё утром, у нас закрытие положительное на всех фронтах. Рубль практически без изменений. Он укрепился к доллару на 0,2%, но ослаб против евро на такую же величину. Наверное, рубль мог бы даже вырасти на фоне продаж экспортеров. У нас всё-таки налоговый период наступает. Но, как обычно, несколько вмешался центральный банк и подпортил настроение спекулянтам. Ну а на фондовом рынке вообще неплохой рост. Мы видим, что индекс РТС вырос на процент с четвертью и индекс МВБ плюс полпроцента. Причины такого, назовём это оптимизма, понятны. Всё-таки Евросоюз продляет санкции всего лишь на полгода. Это один из самых мягких сценариев. При этом санкции не изменяются. Понятно, что ослаблений в этот раз не было бы никаких. Но никакого ужесточения риторики нет. И, собственно, сроки представляются очень скромными. Полгода, быть может, Евросоюз считает, что за это время можно как-то продвинуться в решении украинского конфликта. Конечно, это для рынка было бы очень позитивно и является хорошей надеждой. Обсудим ключевые новости дня с экспертом. В нашей студии сегодня Екатерина Трофимова, член правления, первый вице-президент Газпромбанка. Прошу прощения, Екатерина, добрый вечер. Здравствуйте. Итак, давайте, конечно же, начнём говорить о санкциях. На ваш взгляд, вот это решение Евросоюза и встречное решение России, насколько это такой негативный момент? Или всё-таки сценарий действительно пока представляется вам позитивным? Я думаю, важно сказать, что статус-кво ситуации не поменялся. И это, наверное, самая позитивная и важнейшая новость сегодняшнего дня. Продление санкций не должно повлиять на экономическую устойчивость Российской Федерации. Даже, как вы хорошо показали, реакция фондового рынка, валюта была очень сдержанная. Потому что даже в эмоциональном плане понятно, что правила игры не поменялись. Это не введение чего-то нового, это продление того, что и ожидалось, предполагалось. Всё произошло более-менее в рамках ожиданий. Действительно, соглашусь по наиболее мягкому сценарию, потому что в других исторических прецедентах мы знаем, что могли быть и ужесточения, и более длинные сроки введения. Я думаю, что здесь они движутся по инерции. И было понятно, что изменение правил игры сейчас ожидать было бы неправильно. Вот действительно, я сегодня изучал вопрос исторических прецедентов тех самых. И такое решение выглядит мягким на фоне практики, на фоне ретроспективы. Соединённые Штаты, например, ну мы пока ещё не знаем, но Соединённые Штаты в предыдущих эпизодах продляли санкции как минимум на год, иногда на три года, иногда вообще санкции вводились просто до принятия решения об их отмене. Так что да, полгода это вот такой короткий горизонт. Как вы считаете, может ли за полгода реалистически что-то поменяться в геополитической ситуации, что привело бы далее к смягчению, по крайней мере, санкций с обеих сторон? Это то, что мы ожидаем, но в нашем базовом сценарии развития мы понимаем, что и в конце января ситуация сегодняшнего статус-кво может продлиться, поэтому все экономические агенты закладываются именно на это. Поэтому ключевой вопрос, который регулярно обсуждается, это возможность продолжать обслуживать внешние обязательства, развиваться. Не секрет, что, конечно, ограничение доступа на внешние рынки финансирования несколько сдерживает экономический рост по расчетам аналитиков и Газпромбанка. Это составляет примерно 1% ВВП, а именно изъятие притока финансирования с иностранных рынков. Но ситуация не столь трагична, как и ожидалось и прогнозировалось многими внешними экспертами. Мы знаем, что из тех внешних обязательств выплатам, которые попадают по официальным графикам, реальными внешними обязательствами является примерно 50-60% этих сумм. Все остальное это реинвестированные российские деньги. Поэтому по оценкам аналитикам Газпромбанка на ближайшие полтора года объемы выплат реальных внешних обязательств составляют примерно 100 миллиардов долларов, что представляется вполне умеренной суммой, особенно если сравнивать с прогнозируемым притоком валюты по текущему счету операций, который тоже составляет примерно 100 миллиардов долларов. Это без учета внешних активов Российской Федерации. Такой простой чистый прирост, который мы просто можем направить. Да. Это, конечно, математический расчет, но показывает некое соотношение цифр. Очень часто внешние обязательства сравнивают с накопленными резервами, которые составляют сейчас 360 миллиардов долларов, что не совсем корректно. Более правильно было бы говорить о цифре общих внешних размещений, активов Российской Федерации. А это 1,3 триллиона долларов. А почему более корректно сравнивать именно с внешними размещениями? Потому что основной объем внешнего долга – это корпоративный и банковский долг. И источником их погашения является либо рефинансирование, то есть привлечение нового долга. Что пока невозможно. Либо все-таки. Ну, тоже каналы определенные есть, в частности, с азиатских рынков. Но когда обязательства погашаются, как это происходит на практике, это использование своих собственных накопленных резервов. Это как раз часть вот той адаптации к новым экономическим условиям, о которых мы очень часто говорим. А Российская Федерация, российская экономика традиционно являлась экспортером капиталов, то есть накопленные валютные активы у нас в разы превышают наши обязательства. А это основной источник. Не стоит забывать, что и основным источником притока валюты в страну являлись и являются не сколько внешние заимствования, сколько экспорт природных ресурсов. А к ним, как вы знаете, санкции не применяются. Ну, туда мы возвращаемся как раз к тому профициту счета текущих операций. И по научным языкам, грубо говоря, да, мы по-прежнему продолжаем получать доллары за наши основные экспортные товары. В связи с этим тогда еще один вопрос. Есть такое мнение, я его уже неоднократно слышал, что вот санкции в существующем виде далее существенного дополнительного негативного влияния на российскую экономику оказывать не должны. Вот произошла некая адаптация. Да, конечно, плохо. Вот вы озвучили величину вычета, 1%. Что это означает? Все? Санкции вот в нынешнем виде большего ущерба российской экономике нанести не способны? Или все-таки если их оставят на слишком длинный период времени, какой-то дополнительный негатив может возникнуть? Действительно, в краткосрочном периоде экономика адаптировалась. Это видно и по каким-то очень текущим показателям, как, например, спрос на валютное рефинансирование перед Центральным банком, который сокращается, существует запас, поэтому здесь данный канал представляется как очень гибкий и эффективный источник нивелирования возможных всплесков дополнительной потребности. То, что касается сроков сохранения санкций, конечно же, если мы используем слагательное наклонение, лучше бы без санкций, чем с санкциями. Поэтому чем дольше они будут продолжаться, тем сложнее будет продолжать осуществлять этот рост. Но в краткосрочном периоде могу сказать, что сохранение санкций как раз скорее это благо, чем зло для российской экономики. Почему? Потому что если бы сегодня произошло это непредвиденное событие снятия санкций, что безусловно бы стимулировало быстрый приток иностранного капитала, в честностях спекулятивного, что негативно сказалось бы на курсе российского рубля. При текущих ценах на нефть это означало бы сокращение доходов и прибыли для наших экспортеров, основных драйверов роста российской экономики. Это бы означало рост, дефицит бюджета. И снижение стимулов для развития этого импортозамещения, о котором столь много говорится. И действительно, первые результаты мы видим в разных отраслях, в частности, машиностроения. Екатерина, можно еще коротко? Вот ваши прогнозы, собственно, по темпам роста в конечном итоге в 2015-м. И, может быть, по тому самому курсу рубля не пересматривали ли вы свои цифры? Каковы они? По прогнозу рубля диапазон сохраняется, высока вероятность сохранения определенной волатильности в диапазоне 55-58 рублей за доллар до конца года, опять-таки, сохраняющейся волатильностью. То, что касается темпов роста, то действительно последние макроэкономические данные говорят о продолжении перестройки в экономике. Определенные сектора растут, какие-то сокращаются. Но я думаю, что правильно охарактеризовать это именно как перестройка в экономике. И наше ожидание роста ВВП, что важно, все-таки, роста до конца года в диапазоне от 0,5% до 1,5%, в зависимости, в частности, от того, каким образом будет развиваться восстановление экономики второй половины года и осваивание государственных инвестиций, потому что в текущих условиях именно госинвестиции выходят на первый план. По нашим прогнозам, до 70-80% выбывающих внешних источников финансирования можно заместить за счет активизации государственного финансирования и приток средств населения. То, что мы наблюдаем, по мере успокоения определенного снижения нервозности, наблюдается приток средств, в частности, в банковскую и пенсионную систему. Ну что же, это, по-моему, один из самых позитивных прогнозов по рынку, если я правильно помню. Будем надеяться, что так все и произойдет. Сейчас коротко о других новостях этого дня, затем вернемся в студию.